Вот еще один вопрос. Братья, подскажите, пожалуйста, когда в молитве практически через фразу повторяешь «дорогой Господь» или «Божий» и так далее, является ли это нарушением заповеди «непроизносимый Господа Бога твоего напрасно»? Если да, то почему многие пересвятера так молятся? Ну, конечно же, нет. Это не является нарушением заповеди «непроизносимый Господа Бога твоего напрасно». Нарушением заповеди «непроизносимый Господа Бога твоего напрасно» больше относятся, знаете, какие слова? Вот Христос говорит, что ты называешь меня «Господи, Господи», а не делаешь того, что я говорю тебе. В одном из пророков написано так, что вы называете, если я Господь, то где почтение ко мне? То есть, если мы называем Господа Господом, то надо его и слушать как Господина. То есть, слово Господь означает Господин. Примерно как Лот. Помните, он говорит Владыка, но говорит нет. То есть, нет Владыка. Это невозможно. Или да, Владыка, или нет, но тогда не Владыка. То как-то очень странно получается. Да, Владыка, я тебя признаю Владыкой, но нет, я не буду делать то, что ты говоришь. Вот это нелогично и странно. Вот многие христиане молятся Господи, Господи, говорят Господи, но не делают того, что Господь говорит. Это многие из нас и многие из вас так поступают. Вот это и есть нарушение вот этой заповеди. Не произноси имя Господа Бога напрасно. То есть, если ты называешь Господом, Бога Господом, так и слушайся как Господа. Вот это и есть напрасно, если ты не делаешь этого. Ну, а если человек через фразу повторяет Господи, 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 Боже мой и так далее. Но это не очень хорошо, потому что, ну, как-то, знаете, некрасиво звучит. Я помню однажды мою проповедь, где там выложили где-то, и комментарий такой был. Брат Денис сказал там слово «друзья» там 45 раз, что ли, или что-то такое. То есть кто-то считал там, не лень была. Вот, то есть это такие некие, ну, я, может быть, неправильно говорить, слова-паразиты, да, но слова, которые, ну, можно было бы не употреблять так часто. Я с этим борюсь. Вот то же самое и здесь. Человек молится, говорит, Господи, Господи, несколько раз. Это не очень красиво, не очень правильно, но это уж точно не нарушение заповеди. То есть сказать, что это нарушение заповедью, вот брат помолился, там пять раз сказал, Господи, за одну минуту он нарушил заповедь Божию. Ну, конечно, это не так нельзя назвать. Поэтому, друзья, с этим нужно бороться, но это не страшное преступление. Это просто больше культура общения. Так, значит, еще вопрос. Если ты покаялся, обязательно ли нужно исповедоваться? Если ты раньше, и потом перечисляются грехи, которые этот человек делал раньше. Конечно, я их не буду озвучивать, разумеется. Я не знаю вообще, зачем человек это записал. Вот, друзья, насчет исповедания вот что. Вот эта фраза «обязательно ли исповедоваться?» Вот эта сама фраза, она выдает некое непонимание ваше непонимание, что такое исповедание. Исповедание – это помощь. В первую очередь, помощь вам. Когда человек беседует со служителем, исповедует, открывает свои грехи. Во-первых, ему становится легче, потому что написано, если мы исповедуем грехи наши, что Бог верен и праведен, простит. Во-вторых, мы получаем духовную помощь от опытного человека, который может вам посоветовать, подсказать. Фраза «обязательно ли нужно исповедоваться?» Ну, как бы говорит о какой-то, знаете, принуждении, как будто бы мы кого-то принуждаем. Мы никого никогда не принуждаем, это все добровольно. И это исключительно нужно вам для того, чтобы вы могли ощутить, ну, вот, помощь, духовную помощь, чтобы вам было легче. Если вы получили свободу, если вы покаялись, вы получили свободу, эти грехи вас не беспокоят, они к вам не приходят никаким образом, никаких последствий нет, ну, можно не исповедоваться. Но если вас что-то беспокоит, тревожит, если автор написал записку, если это его тревожит, ну, почему не побеседовать со служителем, почему бы не помолиться с ним вместе, это же прекрасная возможность, это очень хорошо. Это не обязательно, это исключительно вот именно ваша, это возможность вам оказать духовную помощь. В этом лагере иногда приезжают христиане, в этот лагерь, вот я беседовал с такими из других союзов, которые приезжают специально исповедоваться, потому что в их союзах не исповедуются. Я помню, беседовал с одной сестрой, она говорит, я приехала специально за много сотен километров, я хочу исповедоваться, потому что я томлюсь, мне нужна помощь, а нам говорят, что это делать не нужно. Друзья, радуйтесь той возможностью, что у вас есть возможность побеседовать со служителем, слава богу. А такие вопросы, обязательно ли это? Ну, конечно, не обязательно, но это же вам нужно. Дальше еще вопрос. Стоит ли уважать инспектора ГИБДД при сдаче экзамена, если он заваливает тебя, и ты сдаешь экзамен только с четвертого раза, и только если заплачешь? Друзья, в этой записке пять ошибок в трех словах, понимаете, этих грамматических. Ну, сдаешь не через СЗ пишется, понимаете? Сто процентов вас не заваливает, инспектор. Но если вы пишете с грамматическими ошибками, ну, о каком завале идет речь? Вот, и вы, если сдаете с четвертого раза, это вообще повезло. Я думаю, что просто... Кстати, я убежден, но это не шутка. Действительно, если человек пишет с ошибками, ну, о каком заваливании идет речь? Однозначно, что он не может сдать экзамен, это же очевидно. Вот, а второй момент, друзья, что, ну, может быть... Вот я много езжу на машине, и меня часто, ну, как бы, достаточно часто останавливают ГИБДДшники, гаишники, да? Ну, из всей истории, когда меня останавливали, ну, я не знаю, там, десятки, сотни раз меня останавливали, я могу вспомнить три случая, вот за всю мою историю моей жизни, я могу вспомнить только три случая, когда действительно я оценил поведение сотрудника ГИБДД как, ну, как бы провоцирующее. То есть, как человек, он... Один человек мне конкретно сказал, я в любом случае найду, к чему к тебе прикопаться и придерусь. Но это было 20 лет назад или 15, я не помню, вот я до сих пор это помню. В основном сотрудники ГИБДД ведут себя вполне адекватно, вполне нормально. Я не помню случаев, чтобы ко мне кто-то там особо придирался или как-то особо хотел меня там, как-то, я не знаю, выставить в неприличном свете. Ну, да, бывало, я нарушал, и сотрудники ГИБДД действительно фиксировали нарушение. Очень часто, кстати, прощали. То есть, я вообще не сторонник, знаете, вот так вот нагнетать обстановку в вопросе власти. Убежден, что... Ну, почти на 99% убежден, что никто вас не заваливает. Убежден. Потому что, ну, мне кажется, это неправильно. Очень часто христиане сами идут себя неприлично, сами идут себя очень грубо, а потом еще говорят, что на них гонения обрушились, понимаете? Просто надо быть более адекватным человеком в разговоре с людьми, более вежливым, и все будет у вас хорошо. Вот. Так. Ну, и, конечно, такая, знаете, это записка из следующего потока. То есть, он еще будет, а записка уже пришла. Сделайте, пожалуйста, гречку с мясом еще раз. Вот в следующем потоке, дети 7-9 лет, здесь будет целый вал записок. Мы будем открывать вот тот ящик, где записки, будем открывать и будем высыпать в мешки такие, знаете, огромные мешки для мусора. Вот огромные такие мешки. И будем все это защитить. И из них 90% будут такие, дайте нам арбузы, дайте нам мороженое, гречку с мясом хотим еще раз и так далее. Ну, это, кстати, эти записки нам очень нравятся, поэтому эта записка такая вот, она вот такая хорошая. Тут и смайлик нарисован, и повышает настроение. Вот.